Заячная черта или почему большая Заячная черта, как правильно говорить. Если мы обратимся к документам 16-17 столетий, мы обнаружим, что интересующий нас объект называется чертой. Лишь только в самом конце 17 века в межевых книгах появляется Заячная черта. Во втором издании Большой советской энциклопедии впервые появляется термин «большая Заячная черта», который, получается, не был подтвержден историографически. Если мы обратимся на карты к нужной нам статье БСЭ, мы обнаружим, что черта, которая идет от Козельска до Рязани, она уже называется «большая Заячная черта». Мы с Игорем Геннадьевичем Бурцевым, моим многим соавтором по многим работам, предпочитаем называть эту черту Козельско-Тульско-Рязанская, чтобы отличать ее от других. Почему эта черта засечная? Здесь надо сказать пару слов об устройстве ее. Основу Заячной черты составлял поваленный лес. Такие заградительные полосы протяженностью в несколько десятков, иногда и сотен метров, протянулись на многие-многие сотни километров. Собственно, лес как бы засекался. Отсюда и название. Засик, засечный лес, засечная черта. Да. Похожие техники с рубкой леса, они известны как минимум по Ливонскому ордене. Но здесь надо понять, что мопилизовать народ на то, чтобы порубить лес больше, чем на 400 километров, это надо суметь. И фактически, то есть один из плюсов этой Заячной черты, что на привлечение народа нужно только для ключевых пунктов. Это острожки и городки. И последующий контроль за этой Заячной чертой. Все он стоит, заваленный лес, и в принципе там народу-то не нужен. То есть нужно просто дозирать периодически, что там нет изменений, и все. То есть это довольно удобно. То есть мы мобилизовали один раз довольно большое количество населения, а для последующих работ мы контролируем только самые узловые пункты. и минимальные перечни работ по уходу за засекой. Засеки, они у нас известны с XII века, то есть именно защищенный лес. Это было орудие против продвижения конкретного войска, то есть дорогу в лесу засекали, и все. Второй момент, очень важный. Дело в том, что если мы возьмем тот регион, где проходила Заячная черта, это граница леса и степи. То есть Заячные леса – это такая реально живая граница между лесной зоной и степной. То есть нас известно по тем же разрядным книгам в случае, когда засеку делали, по-моему, в районе Костромы. Только ради того, чтобы ограничить жителей перемещения во время чумы. А тут фактически последний лесной форпост, то есть дальше начинается чистое поле. И почему бы не воспользоваться лесом, то есть его не подрубить на основных дорогах, потому что уже в выдвижении южнее это будет уже сильно сложнее сделать. Собственно, как известно, в первые четверти XVI века у нас учащаются набеги со стороны кочевников. Первоначальная линия обороны русского государства, она идет по берегу. Это так тогда называлась река Ака. Но к югу от Аки идут богатые плодородные земли, которые так или иначе осваивать. Плюс у нас идет поместная конница, которой нужно все больше и больше земли. И государство сталкивается с проблемой, что эти территории нужно осваивать, раздавать поместья. Первоначально за рекой Акуй у нас сооружаются две крепости. Это Тула и Зарайск. Чтобы обезопасить уже рядовых землян владельцев, надо делать еще более большую оборонительную линию, в основу которой было решено положить лес. Собственно, самое раннее, пожалуй, упоминание засек, которое точно у нас есть, это жалована грамота Троицкому Белопесоцкому монастырю, который находился на левом берегу реки Аки под Каширой. В частности, по этой грамоте монастырь получал право не сечь засеки. Данные оба основателя в строительстве засек под Тулой у нас уже относятся к 1553-1554 году. Тогда дошла наказная память воеводы Преклонскому о привлечении различных людей для того, чтобы рубить лес. Собственно, уже в актовом материале и выписях, дошедших до нас из писцовых книг, за вторую половину 50-х годов, 60-е годы 16-го столетия у нас уже активно упоминается черта, активно упоминает засечный приказчик, то есть человек, который несет определенную службу на засеке. В смутное время заечная черта, судя по всему, приходит в негодность. Но в 30-е годы, известное Азовское сидение, то, что опять татары приходят в центральный уезд русского государства, заставляет вспомнить черте. И начинается большой ремонт 1138-го года. Следующий раз уже засеки ремонтировались в конце 40-х годов, в конце 50-х и где-то в 70-х годах. То есть там ремонты были, судя по всему, носили частный характер. Дерево, как известно, в средней полосе очень хорошо гниет. Соответственно, если у нас по-хорошему даже деревянный острог, надо возобновлять каждые 10-15 лет. А здесь заградполоса, которая из срубленных деревьев, то есть понятно, что она тоже сгниет, и там начнет расти новый лес. И, соответственно, надо возобновлять засеку. То есть для того, чтобы понять состояние засеки, проводились дозоры, анализировались, какие там есть стежки в засеке, анализировались, где там ходят крестьяне. Соответственно, за несанкционированный доступ в зачные леса отдельно собирался налог. Зачная черта, она представляла не только поваленный лес, который был очень сложно пройти. Соответственно, любое наличие коммуникаций в пограничье, она прозвивает наличие контрольно-пропускных пунктов. Эти контрольно-пропускные пункты называются ворота. Самые ранние ворота, холохолинские, упоминаются у нас в 60-е годы 16 века. Но, к сожалению, приходится констатировать, что ворота 16 века у нас до сих пор не найдены, не выявлены. 16 века – это, пожалуй, самое интересное, что есть, потому что 17 век – он известен, и он массовый. А вот попытка вычинить именно 16 век, и вообще были ли там оборонительные сооружения, в нашем понимании этого слова, или это просто был защищенный пункт с воротами, и ворота были, ну, просто как ворота той же усадьбы. Это, пожалуй, самое интересное. Попробовать вычинить 16 век из того многообразия, которое дает нам век 17-й. И 17 век как раз ставился на месте укрепления 16 века, как правило. Что для 16-го, что для 17-го столетия, защитная черта являлась довольно эффективным по охране южных рубежей. И, соответственно, ее строительство являлось большим достижением в истории русского государства.